Это же ведь фирмёшка-то, она выпустила не первую такую игру-то. Там была игра ещё, где можно принять участие в планировании в штабе Гитлера, который там делает большое будущее для светлой Германии и так далее. Можешь тоже с ним вместе там завоёвывать страны и так далее. Больше того, такие контенты, вот если вы даже в этой игре и в других, любых игр, которые идут про Великую Отечественную войну, вы почему-то не сможете участвовать на стороне, например, Советского Союза. На всех остальных можете, а вот на стороне Советского Союза вы не можете участвовать. То есть это уже заведомо определено, что это враги. Что сыр у себя с Красной Армией невозможно. Да, это враги. Но как к этому? Ну если бы можно было к этому просто так относиться, ну вот кто-то там посчитал, чуть больше чем за 10 лет было продано 250 миллионов подобных их. А я вам скажу, что у нас просто вот ответственного за это нет. Я же ведь предлагал, на меня потом все накинулись в этом дело. Мы можем как угодно вот говорить. Я вот, Александр Николаевич, он всё время правильные вещи тут говорит. Да он от этой игры оторваться не может. Он сидит с блуждающей улыбкой на устах. Простые вещи. Должно быть министерство пропаганды, которое отвечает за подобные вещи. И вот тут, Алексей Александрович, сразу, нет, Алексей Александрович, эта гадость будет из них.